Екатерина Твердохлебова пережила нападение Алабая два дня назад. Женщина шла на остановку по улице. В это время собака кинулась сначала на ее соседа, а после на нее. Она на меня прыгнула. Сначала мне в лицо. Она зацепила мне губу верхнюю и висок. А потом мне в плечо кинулась. И два раза мне плечо укусила она мне. Она не прикусила, потому что куртка прочная. Сосед давай ее отпугивать. И она давай вокруг бегать. Кидается. Ну и естественно мы давай прыгнули в машину быстро, чтобы она меня не покусала. И поехали в травмпункт. Ситуация дошла до того, что люди боятся выходить на улицу. По их словам, от нападения Алабая спасают только местные собаки. Мы сколько выходим, она постоянно на прохожих налетает. И даже ни поводу, ни до магазина вообще не сходить нам. А детей мы вообще не выпускаем. Потому что очень страшно. У нее вид-то самый страшный. И постоянно на всех вот прыгает. Ну вы ее когда здесь заметили? Где-то дней 6-5 дней назад. Как известно, отловом безнадзорных собак в Уан-Удэ занимается фирма Light Group. Представители компании говорят, что с 15 ноября от жителей улицы Столбовая уже поступило две заявки на отлов Алабая. На выполнение заявок сроки, прописанные в контракте, это 5 рабочих дней. Заявок о том, что была укусана женщина по этому адресу, не поступало. Мы сегодня, получается, от компании ТВКОМ, от вас узнали о том, что было нападение на женщину, собаку Алабай. Сейчас вот время 12 часов дня. Экстренно отправили туда бригаду по отлову. В течение 30-40 минут бригада там будет. И будет произведен отлов данной собаки. По закону, после всех необходимых процедур отловленную собаку выпускают в прежнее место обитания. Однако из-за того, что Алабай проявил агрессию, с ним этого делать не будут. Пса пристроят на охрану какого-либо объекта или же навсегда оставят в приюте. Отмечу, что на момент выхода сюжета в эфир собака была поймана. Андрей Слепнев, Алексей Жилин. Новости дня.